Всем доброго вечера! На час пораньше решил выйти и сделать видеомост с Айком Агманяном. Самые разные гости бывают у нас в эфирах. И эксперты, и наши подписчики, и друзья, и коллеги. Надеюсь, что у вас настроение хорошее, несмотря на то, что в мире, в регионе все очень-очень плохо, неспокойно. Но не буду комментировать все это по той простой причине, что вы сами следите за событиями в своих информационных лентах и достаточно адекватно реагируете. Я читаю ваши комментарии. Микайл Петросян, добрый вечер. Давид Петросян, очень рад, что вы регулярно заходите в мои эфиры. Левон Геворкян, люблю вашу семью, скучаю. Большой привет Арпинем. Друзья, делитесь эфиром. Сейчас у нас будет видео-мост с Украиной. Наши армяне, проживающие в Украине, тоже внимательно смотрят наши эфиры. Кто-то видео-хостинги YouTube, кто-то это делает через Facebook. Попытаюсь Айка сейчас подключить, но у Айка нет камеры. Судя по всему, Айк, вот сейчас я вижу твою камеру. Хорошо. Добавляйте на сегодня, Арпинем, дайду. Так, Айк, я добавил, тебе надо добавиться. Да? Ну как, слышно меня? Хорошо слышно? Да, я да. Хорошо. Поставь ровно камеру, чтобы она не трыгалась. Еще раз, всем доброго вечера, кто заходит к нам в эфир, кто смотрит наш лайф. И я хочу особо подчеркнуть, что завтра я планирую сделать отдельный эфир вечером. Думаю, где-то в 9.30 вечера будут ответы. И вообще будет общение с подписчиками один на один. Но сегодня я рад Айка пригласить в свой видео-мост. Айк, давай сначала все-таки ты расскажешь, учитывая, что ты из Киева выходишь в эфир, какая ситуация сейчас в Украине. Я напомню, что у нас на момент начала конфликта в Украине проживало полмиллиона армян. Если можно, сейчас, когда ты будешь рассказывать, какая ситуация в Украине, также скажешь, какое количество армян сейчас отсутствует в Украине, кто эти отсутствующие, куда они уехали. Пожалуйста, слово тебе. Добрый вечер. Я опять в Киеве, подъезжал на некоторое время в Европе был. Теперь опять в Киеве уже больше месяца. Меня слышно нормально, да? Да. По поводу армян, которые здесь. На самом деле сейчас реально статистики ни у кого нет. Разве что, может быть, те, кто армяне, граждане Армении пересекали, можно получить. А так реально статистики нет. Я вижу, что из тех людей, которые я знаю, есть часть, что уехала в Европе. В Европе он сидит и пока не возвращается. Есть часть, что едет туда-обратно. Часто выезжают те армяне, которые имеют армянские паспорта. То есть они не военно обязаны, они могут себе позволить ездить, пересекать границу. Поэтому ситуация сейчас, ну, скажем так, из кого я знаю, там половина, наверное, здесь, в Украине. Большей части бизнесмены остались, кто в бизнесе, в делах, потому что в Европе жить, это, ну, долго не проживешь, надо уже бизнес делать, в Европе не те возможности бизнеса, соответственно. И, на мой взгляд, сколько останется армян в Украине, это зависит, когда война закончится и каким образом закончится. Пока вот такая неопределенность. Напомню, что мы сделали видеомост, делаем видеомост с Украины. Айк Агбанян, с которым я общаюсь, давно дружу, очень хорошо отношусь к нему. Он у нас парень эмоциональный, но всегда говорит от чистого сердца. Следующий вопрос будет касаться все-таки конфликта в Украине. Мы знаем, что почти два года тому назад Россия напала на Украину, часть территории она забрала. Сейчас вот эта фаза конфликта, она все время, скажем так, неактивная. И я так понимаю, что вот это обещанное контрнаступление не оправдало себя из-за большого количества сложностей. Что ты вообще думаешь? Что дальше должно происходить? Я понимаю, что очень тяжело говорить на все 100%, прям искренне, потому что все-таки украинский народ действительно очень героически себя ведет и борется за каждый клочок своей территории. Но мы видим, что этот конфликт уже длится почти два года. Большое количество и денег тратится, и оружие. Что дальше должно происходить? Потому что Зеленский говорил о том, что они не остановятся, пока не вернут все свои территории. Скажи, а население и политики опять остаются при таком же мнении? Или есть какой-то пессимизм, который может привести к каким-то компромиссам, о которых не шла речь в начале конфликта или даже два-три месяца тому назад? Пожалуйста. Во-первых, хочу сказать по поводу контрнаступления. Давайте посмотрим на факты. Маленький город Бахмут, в кавычках «великая могучая российская вторая армия мира», 10 месяцев брала, один маленький город, это там, по-моему, 20 квадратных километров, если я не ошибаюсь, площадь, там вообще ни о чем. И исключительно Россия смогла взять за счет десятки тысяч жертв, зэков, которые они положили. Как приказ Сталина «не шагу назад», так и приказ Пригожина «умираем, но вперед». То есть, если мы будем констатировать ситуацию на момент, когда они вторглись на территорию Украины, и после этого они только отступают. Единственные два города, которые они смогли взять, это Бахмут и Артемовск. Маленькие города, и то зэками взяли. Я хочу понять, 10 месяцев в России брал один маленький город, это считается наступлением или что? То есть, это по поводу «не удалось» контрнаступление. Теперь по поводу контрнаступления. Все мировые военные эксперты признают, что такое количество мин из оградительных поясов таких в мире никогда не было. Может быть, в Первую мировую войну и то не было столько мин. То есть, там мина на мине, и вопрос не в том, что российская армия героически сражается, они просто расставили мины через каждый метр. И, естественно, это все пробивается украинской армией. Украинская армия могла бы дойти, наверное, и до Азовского моря сейчас, если бы она не жалела бы своих людей, своих граждан и положила бы их, как русские ложат своих людей. Вот как зэков гнали на убой, если бы Украина также относилась к своим гражданам, то они бы уже спокойно дошли бы до Крыма. Просто сейчас потеряли 1050 человек, но пробили бы, грубо говоря, пешком бы пробили минные поля. Но Украина идет аккуратно, чтобы минимизировать жертвы. Это вот первая часть вопроса по поводу контрнаступления. На мой взгляд, идет аккуратно. Да, жертвы есть с обеих сторон, жертвы немаленькие, но все равно наступление идет. Пока что мы можем наблюдать, что после марта 2022 года пока что только Украина вперед идет. Все. Но это факт, и никуда от этого не деться. Какой-то еще вопрос был. Ожидание людей, чем может быть? Компромиссы. Смотрите, ну, давайте представим на минуту, что Украина взяла, полностью освободила свои территории. Россия остановится или скажет, нет, остановится? Что может произойти? Две вещи. Первое, Украина должна зайти на территорию России, чтобы отодвинуться от своих границ. Или второй вариант, второй вариант, на границе война будет вечно. То есть, нужно вообще понимать, где окончание войны. Это первое. Со стороны России непонятно до сих пор, чего они хотят. Они уже за эти полтора года сто раз поменяли свои цели, задачи. На мой взгляд, это простая захватническая война. Там нет защиты русских, там нет вообще ни о чем разговора. Идет просто захватническая война. Каких защиты русских он защищает, когда все русские, где он защищает, уже уехали. Оттуда там уже выжженная земля. Кого он там защищает, непонятно. По поводу отодвинуть НАТО. По-моему, НАТО намного ближе приблизилось, чем оно казалось. Если берем от Латвии, скажем, Эстонии или Финляндии до Петербурга и Москвы, это намного ближе, чем, скажем, от украинских территорий. И они получили вдобавок еще несколько тысяч километров границы с НАТО, в частности, с Швецией и Финляндии. Поэтому задачи отодвинуть НАТО только его приблизило. Компромиссы. Я думаю, знаешь как, никто не знает, чем закончится. Мы тоже с Карабахом не думали, что так может случиться. Жизнь покажет, что будет. Но в итоге, мне так кажется, что придется о чем-то договориться. Вопрос уступа к территории. Давайте правью глаза посмотрим. В 2014 году, когда остановилась война, ну там, скажем так, временно приостановили, так называемые, минские эти переговоры, да, что произошло? Ну, по сути, войны не было. Уже там, ну, перестрелки, да. Но Россия все равно без всяких оснований опять начала войну. То есть приостановить войну, это означает дать возможность России еще раз накопить силы, еще раз напасть. Поэтому исключительно, я думаю, в том числе из этой логики выходит наш президент, что нельзя остановиться. Это значит дать ему возможность восстановить свои потери и идти вперед. Поэтому останавливаться ни в коем случае не стоит. Ты сказал фразу «мы так не думали, что получится с Карабахом». Я не знаю, кого ты имел в виду, когда говорил «мы», но конкретно я последние три года трезвонил и ты читал, что необходимо садиться за стол переговоров с азербайджанской стороной, как об этом говорит Брюссель, как об этом говорит Европейский Союз, Шар Мишель, об этом же говорили чиновники Армении, и ничего этого не хотела слушать карабахская сторона. Я имел в виду, что Роман Джан, не последние три года, а вообще последние 30 лет. А вообще? Вообще политика отрицания, политика ни шагу назад, политика ни метра земли, политика ни о чем нам нечем с ним договариваться, привело в том числе один из причин к этой ситуации. Да, абсолютно. Золотые слова, вот прекрасные слова, которые сказаны от моего слова. Все три года после 44-гневной войны карабахские чиновники говорили, мы ничего не сдадим. До 44-гневной войны они и про фашняна, и про всех говорили, после 44-гневной войны ни разу они не сели за стол переговоров с азербайджанцами. Мне вот интересно, почему? Почему они не сели за стол переговоров, чтобы спасти своих детей? И сегодня эти швали, в первую очередь этот сам был Шаф Романян, убийца, киллер, преступник. Это кто? Этот президент последний Карабаха приехал в Евангелие. А он по неделю бил? Да, да, это тот, который сегодня собрал всех этих депутатов и говорит, что мы должны получать зарплату до 31 декабря. То есть это Шваль считает, что он убийца КГБшник, и его преступники-депутаты, его, извини меня, уебищные министры и работники министерства заслушивают какую-то зарплату. Кто это такие вообще? По большому счёту сейчас, когда уже нет Карабаха, давайте скажем честно, все карабахские министры, чиновники — это цыгане. Это люди без племени, без роду, которые притворялись какими-то министрами и сосали кровь армянского бюджета. Теперь эти цыгане приехали в Ереван и требуют от Пашняна зарплату до 31 декабря. То есть житель Армении будет работать за 150 тысяч драма в больнице санитаркой с утра до вечера, а какая-то баба из Карабаха, которая называет себя депутаткой карабахского парламента, будет получать 450 тысяч драмов. Эти люди сошли с ума. Эти мрази, которые сдали более 50 миллионов боеприпасов, эти мрази, которые сидели в центре Степанакерта, а 18-летних солдат оставили на постах и убили, пришли тут деньги просят, понимаешь? Виноваты не они, виноват Пашнян, что вообще эти люди заехали в Армению. Потому что этих тварей надо было оставить Алиеву, чтобы он их арестовал и отправил за решётку. Теперь эти киллеры, теперь эти мрази находятся в Ереване. Вот в чём наша трагедия. И эти люди, ещё раз повторяю, заслуживают расстрела. Только и только расстрела, смертной казни. Все депутаты Карабаха, все чиновники Карабаха заслуживают смертной казни. Не пожизненного заключения, а смертной казни. И очень жаль, что в армянском законодательстве нету смертного приговора. Арестовать их и расстрелять. Потому что боевые действия шли сутки. А знаешь почему? Потому что в Карабахе вот эти парни, которые остались на постах, посмотри, сколько мужиков сейчас сбежало в Армению. В 10 областях, 100 тысяч, 600 человек сбежало в Армению. Из них 30 тысяч детей, Хайк, и там 2000 пенсионеров. А остальные здоровые бабы и мужики. Они оставили детей на постах, сидели в Степанакерте. И через сутки сдали Карабаха. Говорят, мы не будем воевать. Карабахцы сказали, что они воевать не будут. То есть сутки они воевали, брат, сутки. Они оставили своих 18-летних детей. Ты не представляешь, какие парни погибли за эти сутки. Каких красивых парней они оставили на постах. А вот эти дылды с большими жопами сидели в центре Степанакерта, а потом бегом прибежали сейчас в Армению. Понимаешь? Эти депутаты, которые не взяли оружие. Эти швали, которые сидят в национальном собрании. Эти министры Карабаха. Взрослые мужики-мрази. Оставили солдат погибать из бедных семей. А сами сидели в Степанакерте. 50 миллионов боеприпасов и сутки они воевают. Это те самые люди, которые после 44-гневной войны карабахцы говорили, что Пашинян должен был застрелиться. Как он мог подписать Салиевым и остановить войну? Это говорят карабахские чиновники и генералы, которые за один день войны сдали 50 миллионов боеприпасов, сдали весь Карабах, и никто из них, заметь, Хайк, вот я обращаюсь к армянам Украины, посмотрите, ни один карабахский мужик, ни один карабахский чиновник, ни один карабахский генерал не застрелил в себя. Люди, которые 35 лет грабили армян Украины, армян России, армян Армении, армян Америки, Хайк, чистили все наши карманы, люди, которые построили в Ереване сотни дворцов, никто из них не застрелился, брат, никто. Все с гордо поднятой головой, с улыбкой и счастливым лицом заехали в Армению. Чтоб ты понимал, уровень патриотизма и смелости, достоинства, нулевой уровень, который есть у этих военных, генералов, я не знаю, генерал-майоры, вот эти все фиктивные звания нас просто привели к такому результату, когда министр фальшивый, когда убийца КГБшник становится шахраманяном, президентом Карабаха, когда гулящая депутатка спит с Виталием Баласаняном при своем живом муже и получает деньги из парламента. Вот когда все фальшивое, лживое, результат бывает такой, а погибают невинные парни и дети погибают. Ты же видел, сколько детей погибло. Ни за что. Я хотел бы послушать твое мнение, что ты вообще думаешь о карабахском клане и о мужестве, в кавычках, этих генералов и чиновников. Смотри, первая опасность всегда, когда мы разделяем по территориальному признаку. Когда говорим карабахец или ереванец, это уже проблема. Когда-то в Украине начали западный, восточный, и вот оттуда Россия кинула вот эту штуку, и началось какое-то разделение. Я думаю, нам нужно меньше отделять именно народ между собой, именно народ. Мы все армяне, для нас я в Киеве живу, но я ничем себе... Прости, пожалуйста, ты считаешь, что кто-то должен был застрелить себя? Или ты так не считаешь? Или ты считаешь, что все должны были... Вот я хочу, чтобы ты на этот вопрос ответил. Просто у меня вопрос... Я отвечу, я отвечу, Роман Дин. Я отвечу просто... Просто карабахцы, карабахские чиновники продали Карабах. Мы не можем говорить о шаракцах. Мы именно говорим о карабахском клане, Айк. Пожалуйста, давай сконцентрируемся на моем вопросе. Сейчас, сейчас, подожди. Дойду до твоего вопроса. Смотри, смотри. Иди, я потом приду. Иди. Знаете, смотри, Роман. Люди, которые грабят свой народ, понимая, что враг там, от этих людей ждать, что кто-то застрелится, я даже 1% не дал. То есть человек заведомо знает, что взятые деньги могут превратиться в танк, в пистолет, в автоват. Ну, условно, да? Или там блокпост бетонированный. А он берет эти деньги, да? И, например, купил где-то в гостиницу. Как этот человек может застрелиться? То есть логики о том, что эти люди начнут застреливаться, никакой нет. Должны они были делать? Да. А сделали бы? Нет. Потому что это коррупционеры. Нет. Коррупционеры в большинстве случаев это просто на все трусы. Они трусы, они грабят. Они грабят свою страну и грабят все это. Мне недавно один тут руководитель общины, говорит мне, Хайк, ты постоянно про коррупцию говоришь. Весь мир в коррупции. В Америке коррупция, в Германии есть. Ты что, думаешь, что тут, ну и что, в Украине есть, а мы, грубо говоря, кормимся, да? Я говорю, окей, вы можете жизнь сделать как в Америке, как в Германии и воруйте себя дальше. То есть вы, когда приводите пример коррупции, да, в Америке есть, то надо понимать, что там люди все же живут лучше. Вы возвращаясь к тому, они должны были это... Но у меня, знаешь, другой вопрос возникает, Ром. А почему Серж Сарксиан до сих пор с госохраной ездит в Вереване? Вот почему? Для меня это непонятно. Абсолютно непонятно, почему Серж Сарксиан с госохраной ездит в Вереване? Почему он не арестован? Почему Кучарян до сих пор разъезжается? Почему генералы все эти... Это ж они создали... Одну секунду. Пока Гайк там возится с ребенком своим, я хочу особо отметить, что Серж Сарксиан едет в госохраной, а у него своя личная охрана. Пожалуйста. У кого? У Кучаряна или Сержа? У обоих личная охрана, которую они оплачивают из своего бюджета, дорогой. Они получают... Не говорили госохрана. Они получают большую государственную пенсию. Вот это правда. А вообще, почему они все же вообще гуляют? Почему они не сидят? Ведь принцип не в том, чтобы расстрелять. Вопрос принцип всего любой юриспруденции, чтобы наказание неизбежно. Если каждый чиновник знает, что наказание неизбежно, то у него будет проблема. Он будет думать. А когда он понимает, что он может воровать много, много, и при этом ничего не будет, он будет воровать. Вот то есть, это причина следствия. Вот сидит Бакос Аки, он говорит, а что с Сержиком? Ну, был переворот. Ну, он гуляет, гуляет. Сашика, сын приехал, этот Гонзалес, гуляет, гуляет. Думает, ну, а мне кто будет трогать? И они будут так поступать. То есть, тут нужно обратить внимание и на наши армянские правоохранительные органы, которые до сих пор позволяют этим людям гулять, и они должны сидеть. Мало того, что должны сидеть. Вот ты, я видел, размещал, что гостиницу там, Бакоса Аокяна, Райка Арутюняна, гостиница, идите там живите, что они, да, наворовали. Вообще, как они имеют гостиницы, почему их законным способом не отобрали. То есть, нужно государственный механизм запустить против этих коррупционеров. И тогда у нас будет порядок. По поводу застрелиться, однозначно, они должны были застрелиться. я не, я, знаете, как, ну, как можно сдаваться врагу в плен. Вот мы увидели кадры, да, вот представляешь, как сейчас над ними могут унижать, их могут унижать, издеваться. Ну, как можно, вот такое, да, ну, это ж, позор. Он, да, как человек, вот его сейчас унижать в бакинской тюрьме. Вот как они это терпят, для меня тяжело это понять. Я понимаю, они надеялись на русских, что русские их выведут, а русские их кинули. Вот и тебе вся история. Унижения будут каждый день, по той простой причине, что с какой стати Азербайджан должен их целовать в щечку? С какой стати? У него есть свои законы, свои принципы, у них есть своя политика, и вообще это повышает, еще больше повышает рейтинг Алиева. Так что это один из инструментов. Согласен? Конечно. Конечно. Алиеву сейчас нужно показательные суды, чтобы он все показательно делает, нет расправы, есть суд, есть то, есть то. То есть Алиев на самом деле показал себя грамотно во всей этой политике. Я не могу сказать, что это полностью его идея, возможно, Турция красиво направляла, помогала, но в итоге он правильными шагами, он швырнул и русских, извиняюсь за свой лексикон, он кинул и русских, да, потому что русские все же думали, зайти туда на пять лет и остаться навсегда. Алиев этот план понял, с Эрдоганом, перехитрили русских и сделали то, что сделали. Ну вот я хочу в этой ситуации особо отметить, что правительство Армении прямо с момента въезда карабахцев в Армению ухаживало и ухаживает за каждым гражданином. Уже люди получили сто тысяч драмов, это единовременная помощь. Я сегодня ехал в четыре семьи карабахцев, передавал помощь, это Котайк и Лори. Все получили эти сто тысяч драмов и уже готовятся получить вот октябрьские деньги по сорок тысяч драмов плюс десять тысяч драмов на коммунальные. Все порядочные, добрые, честные карабахцы, все получат максимум от нас заботы, любви, конкретно мои интернет-ресурсы прямую помощь будут дальше оказывать карабахцам в областях и максимальная доброта и забота будет проявлена каждому нашему уроженцу из Карабаха ко всем, кроме работников арцарских тюрем, кроме депутатов, кроме министров, кроме следователей, которые участвовали в убийствах. Есть какая-то когорта швали, которых лично я не видеть не хочу, не слышать. Но я еще раз особо хочу отметить, что те карабахцы, которые пережили страдания, мучения морального характера в том числе, их надо максимально окружить заботой, любовью. И вот со всеми карабахцами, с которыми я встречаюсь, это простые люди, которым передаю помощь все эти дни. Все они абсолютно искренне говорят, что они ошибались, что они сожалеют, что они ошибались. Если наши братья и сестры признаются, что они неправы были, когда поддерживали карабахский клан, значит этот вопрос должен быть снят, и мы должны этих людей полностью интегрировать в демократическую Армению, в свободную Армению, в Армению, где для всех нас, неважно армяне откуда приезжают, для всех условия одинаковые. В случае, если вы цените и уважаете государственность, государственные институты, выбор народа, который здесь живет, я сейчас говорю о жителях Армении, которые выбрали этого премьер-министра, особо хочу сказать, никто, ни армянин Карабаха, ни армянин России, ни армянин Украины, не имеет права указывать гражданам Армении, которые имеют конституционное право выбирать или не выбирать свою власть, я хочу, чтобы это все понимали. Теперь я задаю следующий вопрос, как ты думаешь, вот эта ситуация, когда русские целый год блокады брали взятки у карабахцев, русские сейчас сдали, а Райка тоже за деньги азербайджанцам, русские, которые отдали все контакты всех военных объектов азербайджанцам и отошли от своих постов, многие говорят, что русские во время 44-гневной войны стреляли, я в это верю, с армянскими паспортами ходили и стреляли в спину армянским солдатам, многое я слышал. Вот все это происходит, а ведь до этого русские себя также вели во время операции кольцо, когда выселили нас из шоумянского района, когда резали, убивали армян. Представляешь, тогда не было интернета, но сколько зверств сделали русские. Почему, вот как ты думаешь, урок с операцией кольцо и другие уроки не стали уроком для карабахцев, карабахи и для армян Армении? Пожалуйста. Поговорю, я не могу, Продолжение следует... Продолжение следует... В 2020 году война что началась, да, в Армении? На самом деле, вот сейчас я свое субъективное мнение скажу, анализируя, что было. Это была подготовка к украинской войне. Россия хотела свой трубопровод проложить, Болгарии и Евросоюз запретили, Южный поток, и он сделал Турецкий поток. Эрдоган, как умный торговец, который сейчас работает и за Украину, и против Украины, и за Россию, и против России, и называет это отстаиванием национальных интересов, взамен попросил, я так понимаю, Карабах. И вот сделка пошла, о России, тысячи армян умерли или тысячи армян не умерли, абсолютно не волнует, он своих людей тут 10 тысяч или 20 тысяч в месяц умирает, им вообще все равно на своих граждан, что он должен за армян думать. И разменная карта пошла Армения. Это выглядело как-то вроде бы инициатива Азербайджана, но мы сейчас понимаем, что это было 100% согласовано с Россией. И то, что там остановился возле Шуши, Путин буквально на днях на Валдайском форуме прямо признался, сказал, мы с Алиевым договорились остановиться возле Шуши. Если видео нет, то я тебе скину, размещаю у себя. То есть Путин буквально пару дней назад заявил, что он договорился о том, что остановится возле этого. То есть все было договорено. Почему армянные выводы не сделали? Айденэмасу, вольтэв цахфумэн. Цахфумэн, ничего. Не то, что продают национальный интерес. Идянскашвым ассинэн мотаться. Эсэрва дарючсамп. Смотри. Вот все понимают, что Россия еще чуть-чуть сделает шаги Армении, перекроет экспортный потенциал, да, вот который туда товары идут, продукты и питание. Но все равно туда стараются, туда работать. И те, кто с этим рынком работает, все равно боготворят. Я до сих пор удивляюсь количеству армян, которые там, в Армении, боготворят Россию, понимая, что уничтожает Армению. Я удивляюсь. То есть нет национальных ценностей, нет Аржекнерчка, нет национальной интересы, не стоят выше собственного. Вот почему армяне до сих пор в такой ситуации, не армяне, а Армения, в такой ситуации. Какие Аржекнер? Вот в России карабахские и армянские певцы на свадьбах, знаешь, какие песни поют? Путин дал армянам проход. А сегодня... Ты помнишь, Роман? Да. Они поют Мейхану. То есть армянский певец на свадьбе в Ростове, в Краснодаре, они поют Мейхану, они поют Мухам. И армянские гости, ты знаешь, как танцуют, с каким наслаждением под Мейхану? Ни один глава армянской общины Ростова, Краснодара не говорит, а почему мы поём Мейхану? Что делать Мейхана на армянских свадьбах Ставропольского края? Когда глава общины российского региона сидит на свадьбе и слушает из уст армянского певца Мейхану и Мухам, и не делает замечания этому кавабному певцу, что ты что делаешь вообще со зрителями? Ты когда поёшь Мейхану, пропагандируешь азербайджанскую музыку. Я ничего против не имею музыки соседнего государства, но петь Мейхану, когда у тебя есть сайт Новако, Митас и прекрасные древние армянские песни и музыка — это что? И ты говоришь о национальной ценности. До сих пор я не слышал, чтобы Ара Абрамян вышла в эфир и сказал, что армянским детям в России не хватает армянских книжек, что нам нужны онлайн-обучения для тех, кто не может доехать до воскресной школы. Ты когда-нибудь слышал из уст главы армянских общин или организаций что-то про обучение армянскому языку, обучение армянской истории? Мы от них слышим только политические заявления. Тот же Владыка Езрас, да? Человек, который на церквях со своими священниками собирает деньги. Украинские армянские общины — лидеры, учебниками, школами занимаются. Я ситуацию в России не знаю. Тут это более-менее работает. Именно по армянским школам воскресным, по танцам армянским народным. И в этом отношении работа есть. Тут с этим более-менее порядок. Есть, конечно, много минусов, но все познается в стране. В украинской армянской общине это более-менее нормально. В российском, скорее всего, нет. Я не в курсе. Да, и вот, конечно, когда мы говорим про национальные ценности, никогда не слышал, чтобы спорт пропагандировали армянские организации, никогда не слышал, чтобы они туризм развивали или призывали посещать Армению. Я слышал только политические заявления от Владыки, от посольства, от Ара Абрамяна, от глав общин. Почему политические? Потому что эти люди десятилетиями воровали деньги на имени Карабаха, собирали деньги на имени Карабаха. Мне интересно, сейчас они на чем будут собирать деньги? На чем они будут обманывать армянских бизнесменов и собирать деньги? Вот мне интересно, меня смотрят всякая шваль именно из той области, которая ворует деньги на имени Карабаха. Что вы сейчас будете придумывать, чтобы воровать деньги? Какую-то схему вы уже там в России придумали или нет? Когда была 44-дневная война, я об этом рассказывал, что глава армянской общины Тюмени, Тюмень такой регион есть в России, 44 дня собирал деньги, и когда война закончилась, сказал, ну раз Пашням проиграл войну, мы деньги не будем отправлять на фонд Ариастана, мы оставим на строительство церкви. Представляешь? Никакого отчета, и так и деньги пропали. Вот тебе пример я тебе привожу. Армянские глава армянской общины Тюмени. Что он вытворяет? На имени погибших парнях собрали они деньги и все прикарманили. И все армяне Тюмени каждый божий день проклинают свою общину. И все рассказывают мне подробности. Записали на видео, на аудио, что говорили представители этой общины. И позорят эту общину по всей Армении. Вот уровень этих общин. Руманджан, значит, смотри, то, что ты говоришь, то, что я знаю, я скажу, что ты правильно говоришь, ту часть, которую знаю, то, что не знаю, не могу подтвердить, но что в российской и армянской общине творится, в целом понимание у меня есть. По поводу, почему они себе, давай мы корим причин. У нас, ты знаешь, ну, я знаю, ты своим сейчас подписчикам не сказал, я же руководитель фонда Армянской инициативы. Мы занимаемся системными проблемами. И скажу, почему я это сказал. А почему это происходит? А знаешь, почему? Потому что в том числе действующая армянская власть этих людей встречает. Вот. Они когда приезжают, ну, не хочу именно говорить, просто скажу, депутаты действующего парламента, министры, замминистры встречают. А некоторых, которые с очень плохой репутацией, послы подсовывают Пашиняну навстречу. Ну, я говорю факт. Посол знает, что у человека проблема даже с законом, он его туда подсовывает. А Пашиняна не знает. Уровень, и это легиментизирует этих людей. Это легиментизирует эту людей. Вот берем последнее, в кавычках, собрание Союза Армян-Украины в Армении. Туда должны были много чиновников армянских прийти, в кавычках, бизнес-партнеры некоторых там присутствующих. Из-за того, той шумихи, что я поднял, да, не шумихи, а поднял этот вопрос серьезно, они испугались, они не пришли. Более того, там произошло совсем не то, что хотели, то, что думали, это не произошло. Но при этом посол почему-то прилетел туда. А это собрание, я сказал и обосновал, что это антиармянская и антиукраинская. А почему они собрались там, в Армении? Для чего? И вот такие вот послы, находясь там, легимитизировали. За этим столом кто сидел, на вэтмаса гайринасы, мигат март каруарник амельхват овурори антерваться жоорти кумыць. Там были люди, вот услышите меня, там был председатель армянской общины, который был еще при Кучме. В Украине был Кучма, потом Ющенко пять лет, Янукович несколько лет, потом Порошенко пять лет, Зеленский. У Зеленского в марте, если бы не война, была бы выбор, а человек до сих пор председатель общины. Пять президентов меняется, и 20-25 премьер-министров за этот период, а председатель общины не меняется. И вот объясни мне, почему я смотрю на Армению, я не могу понять, почему они гегеметизируют этих людей. То есть может Пашиням приехать навстречу к Зеленскому угрозно, или там Байдену, или кому-то, при этом он не прошел выборы. Он приходит, говорит, я премьер-министр, а его никто не избрал. Не может, правильно, он должен быть избран. А людей не избирают, не избирают, десятилетиями, не пятилетиями, а они приходят и здороваться с Пашиняном. Я не понимаю, чем занимается его протокольная служба, и что Пашинян делает со своими послами, никак не дает по шее. Я бы, если был на его месте, заранее сказал бы, биография каждого, не дай бог, кто-то попадет, кто нелегитимный, за которым уголовная статья, кто в розыске, и тому подобное, чтобы они стояли рядом со мной. А рядом с Пашиняном фото смотришь, один в розыске, второй как уголовной статьей, и тому подобное. Как это такое может быть? Эти послы вот так берут, приводят, знакомят и говорят, это наш брат. Он говорит, ну, наверное, посол привел, нормальный человек. И этот посол продолжает работать по поводу того, где они будут брать деньги. Я тебе скажу такую вещь, что сейчас послы, ну, смотри, когда революция была, да, нормальных кадровых послов начали ставить. Сейчас пошло опять кумс отбрать тема. Вот. Ну, я понимаю, один Пашиня не может знать 300 послов или сколько там, 50 послов, кто как, да, вот, это ж МИД назначает. И они начинают свои темы делать. Свои темы. Хайдин, асэм, асэн, стэг артэн бизнеса дарэ. Есть асэм, кэзэнсашутов, андраник, манукян и сержи пасули, катан кастэм бизнесе Макардаков. Алкоголи бизнес, бэштоннер цахэл. Я, Калапешиан, асэн эм, ассоем. МИКВАП ассоем, что с этим пресекат. Бэштоннер, дарэл элэн, асэн эм, асэн эм, асэн эм, алкоголи бизнеса, алкоголи бизнеса, асэн эм, лигал, бэштоннер, 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 асэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Поэтому не знаю я, не знаю. Просит интригач, сплетничач. Это мы бежим, и богатур. Я просто говорю, почему я не знаю, что это такое, это я не знаю, почему вы не понимаете, а когда умушал. Хочу Zeyмоку, чтобы он handled,干ло и сапанов и... Мир фондов, я не знаю, что мы не знаем, что мы не знаем. Продолжение следует... 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 Это не так должно. Я предполагаю, что его три года заканчиваются в мае, предполагаю, что президент его друг, президент Армении, не продлит его полномочия еще. Тогда хотя бы малой крови избавимся. Я просто хочу отметить, что вот все время, пока он был пресс-секретарем Пашиняна, Владимир Карапетян, не было ни одного дня, чтобы все было организовано культурно. То есть все те дни, когда Владимир Карапетян был пресс-секретарем Пашиняна, помнишь, постоянно были ляпы, скандалы, когда вот эти истории с конфетами на ГМК, когда это попало в кадр, скандалы с интервью, какие-то нелепые журналисты, которым он разрешал брать интервью вообще из-за границы, которые вообще никакого отношения не имеют к интересам Армении. Это все было при Владимире Карапетяне. И эти проблемы в момент, когда он был пресс-секретарем, они были очень серьезные. Очень часто он давал вообще комментарии, которые несовместимы были с государственной политикой, то есть отсебятиной занимался, потом приходилось Пашиняну давать задний ход и это исправлять. Так что проблем там тоже было полно. Ладно, оставим покой Владимира Карапетяна. Не стоит зацепляться на нем. Да, я просто хочу сказать, что у Пашиняна есть очень много хороших министров. Арарат Мирзаян, Сурэм Папекян. Кто-то должен быть плохим, кто-то нейтральным, кто-то хорошим. Вон тот же губернатор Сюника, который бы из грязи вытащил Пашинян эту деревенщину и сделал губернатором. Деревенщина не в плане того, что он из села, а в плане душевной деревенщины. Человек, который никакого отношения не имеет к власти и государству. И вот с такой душой человек стал губернатором Сюника. Он обнаглел настолько, что на месте, где знак машины, у него ни цифры, ни буквы, а написано «Сюники Марспет». Понимаешь? Вот так я писал. С.М. Сюники Марспет. Несколько машин. Он купил сейчас в центре Еревана квартиру шикарную. Но это не самое страшное, что он дружит с мэром Гориса, Арушем, который весь в наколках. И официанты в Горисском ресторане говорят, он все время, они поднимают бокал. Как ты думаешь, за кого они пьют вообще тост? Губернатор Сюника, назначенный Пашиняном, и мэр Гориса. За кого они пьют тост? Только не говори за Сюникер Хачатряна, только не говори за Сюникер. Нет, не угадал. За Кочаряна. Да. Я думаю, ты понимаешь, да, что за Пашиняна точно мэр Гориса не пьет тост? Ты знаешь, я скажу так. Пускай пьют за кого хотят, лишь бы дело хотя бы делали. Я не знаю, честно, ситуация в Армении, какой мэр, губернатор чем занимается, но хотя бы пользу, что приносили. Я вот, ты говоришь факты, да, вот купил квартиру. А куда налога в Армении смотрят? Куда смотрят это? Он купил якобы в ипотеку, так всегда делают, когда покупают шикарную квартиру, супердорогущую. Но дело в том, что губернатор Сюника, он никак не может быть Пашиняновским. По той простой причине, что свекрой губернатора Сюника, который его держит под каблуком, она сама раньше была в республиканской партии, она такая антипашиняновская, Анра Петакан. А родственник губернатора Сюника в Шушинской тюрьме и в Карабахских тюрьмах пытал и избивал людей, дали показания люди, которые сидели в тюрьмах. То есть все родственники губернатора Сюника, они замешаны в каких-то преступлениях и ярые сторонники преступного Карабахского клана. И, конечно, вот это общение родных с губернатором Сюника на него оказывает влияние. То есть они его полностью настроили против премьер-министра и влилили в него вот в этот яд. Подходит к нашему общению, пожалуйста, я хочу тебе дать последнее слово. Что вообще ты хочешь сказать о том, что сейчас происходит, какие у тебя будут советы и, может быть, какие-то слова поддержки нашим братьям и сёстрам Карабахцам, которые сейчас вынуждены пакинуть свои дамы? Да, я хочу сказать, что это не так, что bardом, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо их тоже выявить и вообще пройти самоочистку. Это вот что касается данной ситуации. Второе. Россию нужно даже с ценой экономических потерь прогнать из Армении. Имеется в виду военную базу, имеется в виду их ФСБ, имеется в виду все остальные, вот все, что связано. Бизнес, ну дружеский окей, торговля окей, все. Ни одно оружие не надо у него покупать, как я сейчас читал на днях, до сих пор 400 миллионов долларов не возвращают за предоплату. То есть люди должны морально понимать, с Россией максимум, что мы можем делать, это иметь, возможно, теплые отношения. Не более того, никакого стратегического союзника он не может быть. Он за все время ничего положительного не делал. Я, говорят, что Россия освободила Армению от персидского плена, да, Армения несколько веков был состав Персидской империи. Я всегда русско им говорю такую вещь. И освобождение, это если вы пришли, освободили и ушли, как дошли до Парижа и вернулись обратно. А вы же не освободили, вы взяли с одной империи, засунули свою империю. А где же освобождение? Вы просто захватили, ну, Армению в свой состав. Поэтому армянам нужно собраться и понимать одну вещь. Да, мы сейчас потеряем деньги, мы потеряем экспорт, возможно, уровень жизни будет, но мы 30 лет жили плохой. Но нужно всеми силами избавиться. А по поводу армянских текущих властей, руководства, я одно могу пожелать, я не могу советовать, я могу пожелать. Я со многими общался долгие годы, и они отвергали эту мысль, но они уже не отвергают, они уже поменялись. Выработайте, пожалуйста, три стратегии. Политическую стратегию. Я, например, как Хайк, который вроде бы до сих пор не понимаю, то ли Армения в Евросоюз идет, то ли в Россию идет, то ли в Иран идет. Я не понимаю. Обозначьте курс страны, куда мы движемся. Не бывает так, что мы никуда не движемся, мы двигаемся только сами, так не бывает. Второе, обозначьте экономическое направление векторов, куда армянская экономика делает. Я на днях общался с одним экспортером, он говорит, я еду сейчас в Германию на выставку, а армянского стенда там нет. Я один стою и нет понятия модельна Армения. А российские, когда выставки московские, там павильоны за павильоном Министерство экономики платит, даже датирует, чтобы там было. А в Европе и в других странах не делают. Обозначьте приоритетные рынки, помогите производителям диверсифицироваться, уйти туда. Выработайте экономическую стратегию. И третье, что я хочу, вот сегодня в Израиле, вот видели, да, там боевые действия с палестинцами. Ну и не прошло несколько часов, я не видел еще, потому что общаясь, сказали, Байден будет параллельно с Нитаняха выступать, говорить. То есть насколько сильная еврейская диаспора в Америке, что быстро Байдена подтолкнули, что делай быстро заявление. Мы это понимаем. И Америка то, что такой большой союзник Израиля, не потому что так любит Израиль, а потому что там половина правительства и богатых людей, это евреи по национальности. Я хочу пожелать армянскому правительству, чтобы наконец-то для себя поняли, что такое диаспора армянская для Армении. Вот что это такое? Это просто культурные связи. Это что? Обозначьте стратегию. Я за эти годы ни разу не увидел стратегию. Нету стратегии общения. Выработайте, пожалуйста, стратегию. Они приглашаете самоназначенных, половину самозванцев, руководителей так называемых общин с разных стран, которые представляют только сами себя. С легкой руки послов. Дайте им статус и отвергайте от себя обычных армян, которые говорят. Выработайте стратегию и давайте работать. Вот и все. А мы чем можем, естественно, будем рядом с Арменией. Спасибо большое, Хайк. Давайте еще раз поблагодарим всех, кто пишет добрые слова, кто делится эфиром, кто пишет добрые слова в YouTube-каналах. Я хочу особо подчеркнуть, что мы не проводим сборов для моих подписчиков. Только прямая помощь. Если есть, мы ее передаем арцавцам. Многие задают вопрос, почему мы не делаем сборы. Хайк, действительно, аудитория большая. Я могу в день по 50 семей помогать. У нас запрещены любые сборы в ресурсах. Действительно, мы можем много собирать денег, много помогать. Но, к огромному сожалению, дорогие подписчики, это невозможно. Потому что, если 200 подписчиков ценят наше добро, ценят нашу работу, то, что вы должны посетить себя, это 20 тысяч, чтобы archetype купить крśliфу, сплетки. Хайк, это реально, да. Я, я говорю, в большом количестве, но мне кажется, что мы разговариваем на Power. Если вы поставили методные выценки, то, что если вы поставили методные вытасли, то, чтобы вы хотите создать 50 детей, то этот человек не может убрать. Не знаю, ему говорят, что 30 детей – 1 днем. То, как, может быть, у brillов, к нам твор Obrigado. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok